Всем привет! С вами Ольга Чернова, моя огородная азбука. Сегодня 17 октября и наконец-то у нас температура опустилась до таких показателей, что можно уже высаживать лук. Еще вчера было ночью плюс 9, плюс 10, днем плюс 14. Сегодня у нас днем 10 градусов, ночью 4-5. Это как раз самая подходящая температура для высадки лука под зиму. Вот сейчас дождь пройдет сегодня, завтра пойду высаживать лук. Но тем, кто уже лук высадил, я хочу в прошлогоднее видео показать еще и про утепление лука. Мало лук под зиму высадить, его же еще нужно утеплить, замульчировать. И вот следующие два видео это о том, как обычно я утепляю свой лук. Смотрите! Всем привет! С вами Ольга Чернова, моя огородная азбука. Сегодня 11 октября и я вчера посадила лук, показывала вам, как я втыкаю луковицы, на какую глубину, какой шаг от бороздки, на каком расстоянии луковицы. А сегодня я вам буду показывать уже, как я закрываю эти бороздки и как я мульчирую их перегноем для того, чтобы сберечь от вымерзания. Вот, вчера вот так вот я их воткнула, все. И первым этапом у меня это закрыть нужно мне перегноем все бороздки вровень с землей. Простой землей или этим же грунтом, вот так вот можно было бы, но я никогда так не закрываю. Почему? Потому что подзимые посадки за зиму. Вот у меня грунт, хотя песчаный, но он может все равно так уплотниться и спрессоваться, что маленький вот этот сивок, который самый-самый маленький овсюшка, он может даже не пробиться или будет пробиваться очень долго сквозь этот грунт. А закрывая бороздки перегноем, вы знаете, что перегной он очень такой рыхлый, пористый. Вот сегодня в комментариях был вопрос, можно ли компостом. Конечно можно. Это же тот же самый перегной, просто у меня перегной животного происхождения, а в компостных кучах у нас, ямах, перегной растительного происхождения. Это то же самое, его просеять от больших таких крупных частиц, которые не перегнившие, и можно закрывать. Как я делаю? Делается это очень быстро, вот с такого большого лотка, вот в большом лотке у меня, здесь ведро перегноя высыпаю, все вот так вот разминаю ручками, беру маленький лоточек и вот так засыпаю вровень с землей. Это уже все у меня на автомате, это очень быстро, так вровень с землей насыпала, все, и пошла дальше. Пока про бороздки еще не говорим, вот закрыли вровень с землей, и на этом можно было бы остановиться. Если кто-то будет сверху мульчировать или листвой, или соломой, или опилками, этого достаточно. Вот смотрите, вот такое закрытие засыпания перегноем бороздок, еще два зайца я убиваю. Во-первых, я удобряю вот эти луковицы, они уже изначально будут расти в питательном плодородном грунте. А во-вторых, весной после схода снега по разности цвета, видите, что цвет различается, перегной коричневый, а наша вот эта земля песчаная, она серая такая, как дорожная пыль. И вот по цвету этих полосок я всегда нахожу там, где я садила вот эти бороздки. Для чего это нужно? Это нужно для того, чтобы провести рыхление, раннее рыхление весной, и чтобы не повредить вот эти луковички. Потому что иногда бывает, земля уже подсыхает, нужно вот эту вот корочку взрыхлить, но еще неизвестно, где луковицы, потому что еще холодно, и они не вылезли. И вот эти бороздки меня весной очень хорошо выручают. Вот так вот, если издали посмотреть, вы прекрасно видите, где бороздки с луком, а где просто вот эти расстояния между рядками. Дальше что я делаю? Так как я ни соломой, ни опилками, ни листвой не мульчирую, я мульчирую тем же самым перегноем. То есть еще раз я беру, ну я уже не буду насыпать, беру этот же лоток и насыпаю еще раз по этому же месту, по одному и тому же. То есть первым заходом я сравниваю с поверхностью грядки, вторым заходом я делаю вот эти вот гряды, как на хлобучки. Вот тут у меня 2-3 сантиметра, можно даже сделать больше. И именно вот эта вот вторая подсыпка, это у меня мульчирование перегноем. Можно сплошь всю грядку засыпать, можно вот так, но так как всю грядку это много перегноя надо носить. Я вот так, я так делаю много-много раз делала, и вот это вот утепление, вот этого утепления бывает иной раз достаточно для того, чтобы луковицы не вымерзли. Вы знаете, что у нас в Сибирском регионе и минус 30, и минус 40 бывает мороз. У меня никогда лук не вымерзал, но так как нынче комментарий начиталось, я испугалась, я сверху положу все-таки, укладу вот эти перцы, так как у меня много перцев. Но вообще делала, чаще всего я вот на этом останавливаюсь, вот эти вот гряды. И весной вы можете их, как только пригреет солнце, их можно легко вот так рукой разровнять, все это мульчирование. Оно остается на грядке, это дополнительное, как сказать, повышение плодородия вот этой грядки почвы. Луку это очень нравится, он всегда у меня вырастает такой крупненький, крепенький. И вообще подзимые посадки лука я всегда люблю, это очень просто, очень, ну быстро. Весной я вот так раздвину, прорыхлю, все, и он у меня растет только две прополки за сезон. Все, потом сейчас еще закрывать кустами, мульчировать рано, у нас жарко. Завтра плюс 21, послезавтра плюс 19 будет. Будет попрохладнее, когда буду мульчировать, я выйду, все покажу вам. Все, до свидания. Вот это был такой быстренький видеообзор того, как я закрываю бороздки, что закрываю именно перегноем, и как я мульчирую дополнительно вот этими грядами. Потому что многие хотели посмотреть, как я делаю эти гряды, как можно вообще их построить. Оказывается, очень просто методом присыпки, насыпки или как называть. Все, до свидания.